Если вам нечего сказать, это ваша позиция. Суд удаляет вас сообщать в руководстве для принятия решения по данному закону. Руденко снова ничего не сказал. За все пять заседаний в зале суда от него услышали только несколько слов. Вот, например. Перед оглашением приговора суд зачитал все материалы дела. Родители погибших девочек были вынуждены все выслушать снова. Пьяный Руденко проехал на несколько красных сигналов светофора со скоростью примерно 151 км в час. Общая сумма, которую Руденко должен будет выплатить пострадавшим – 16 миллионов. Это на 35 миллионов меньше, чем требовали изначально. Руденко Александра Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. И назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Такой приговор родственники погибших справедливым не считают. Естественно, такой приговор меня не устраивает. Мы будем его обжаловывать. Мы будем добиваться общего режима. Отбывающим наказание в колонии-поселении может быть разрешено проживание со своими семьями даже за пределами колонии. Видимо, поэтому Руденко рад приговору. Если вычесть время, проведенное в СИЗО, где день идет за два, то отбывать наказание ему и вовсе 7,5 лет. Убийца! Андрей Дривер, Николай Шилко. Наши новости.